Привет всем, с вами Андрей Набутовский и сегодня мы обговорим очень актуальную тему, а именно есть ли расизм в Канаде. Поехали! Что же является собой расизм? Как рассказывает нам Википедия, расизм это совокупность во зрении, в основе которых лежат положения о физической и умственной неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на истории и культуру. На случай, если вам понравились мои видео, не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Это очень поддерживает мою самооценку и мотивирует меня на следующее видео. Спасибо большое! Встречался ли я с расизмом? Да, встречался. Были у меня случаи, когда первый раз я приехал в Канаду и язык у меня был не очень. У меня были конфликты с рабочими в том месте, где я работал. В первую очередь это вызывалось тем, что они, понимая, что мы приехали с другой стороны и наша страна не очень развита экономически, и мы приехали в Канаду зарабатывать деньги, выживать, канадцев это очень раздражает. Тот факт, что я был на рабочей визе, придавало этому еще более азарта для них. Они всячески старались ущемить твою сущность и показать, что ты на ступеньку ниже, чем они. Очень часто случается то, что они делают комментарии по поводу английского языка. Если ты стараешься предложить какую-то интересную идею или, по крайней мере, идею, в которой ты заинтересован и считаешь, что она лучше другой, они всячески стараются отвернуться от нее и не воспринимать серьезно. Очень часто я замечаю, что люди, которых английский, так сказать, не самый лучший, страдают тем, что им не уделяют много внимания, так как не хотят даже вслушиваться в ихнюю речь. Поэтому страдает как сам человек, который пытается что-то сказать и показать себя с лучшей стороны, так и падает самооценка у него для каких-нибудь дальнейших действий. Очень часто я вижу наших же славянских людей, украинцев, россиян, которые не любят другие национальности. В Канаде, в том месте, где я живу, очень много филиппинцев, в Центральной Альберте. Люди, которые работали с ними вплотную после нескольких лет, у них вырабатывается своего рода апатия к ним. Это вызвано тем, что национальности объединяются в группы и работают и разговаривают на своем языке. То есть мы можем наблюдать, украинцев или россиян общаются в одной кучке, и, соответственно, филиппинцы или какая-нибудь другая национальность общаются в другой стороне и друг друга обсуждают. Тем самым вызывая подозрения и недостоверную информацию, и, так сказать, вырабатывается у них своего рода агрессия. Лично я никогда не имел никаких проблем с филиппинцами, просто нужно относиться к ним такими, как они есть, и уважать их в первую очередь. Все начинается с неправильного понимания человека, его целей и нежелания понять его сущность и его культуру. То есть с филиппинцами можно работать абсолютно нормально, так же, как и с испанцами, с альвадорцами и так далее. Очень часто в свою сторону я слышал очень много комментариев, что здесь общаются только на английском языке. Бывали такие случаи, что мне даже оставляли сообщение, что здесь только общаются на английском. Что в свою очередь я им писал на русском языке, чтобы они шли на три буквы. Но, честно говоря, все это складывается в шутку, и не нужно очень серьезно воспринимать, когда кто-то старается вас унизить, но когда английский у вас выходит на следующий уровень, тогда уже начинается самое интересное, и вы можете достаточно достойно ответить им и поставить себя на место. Очень много я вижу украинцев, например, которые не терпят абсолютно этих шуток, этого сарказма, и отвечают им тем же. Я не могу сказать, что это на 100% правильно, но, с другой стороны, не давая себя в обиду, в следующий раз уже эти люди не будут так поступать, так как будут знать, что стандартный ответ будет достаточно прямым. Интересно то, что пока у вас не будет нормального английского языка, вы не сможете отлично дать человеку понять, чтобы он вас оставил в покое. Иногда бывает, что ты пытаешься ему сказать, ответить тем же, но так как английский у вас не идеальным, получается еще хуже, и ты ставишь в себя еще больше в глупое положение. Поэтому иногда лучше уйти от конфликта и, наоборот, не ввязываться, смотря в какой ситуации вы находитесь. Расскажу такой пример из своего личного опыта. В 2009 году, это после двух лет в Канаде, я находился в ночном клубе, и, выходя из этого клуба, так сказать, у меня произошел конфликт с канадцем. Я был один, их было несколько человек. В итоге, не буду вдаваться в подробности, но так скажу, что этого парня забрала скорая, я оказался в, так сказать, наручниках, меня забрала полиция, так сказать, в полицейский участок, и я там провел сутки. У меня сделали фотографии в профиль фаз и дали штраф за драку в публическом месте. Штраф был 500 долларов. Причина драки произошла в том, что человек именно искал неприятности на свою голову. И так как, приехавши с Украины, мы, например, я и вы абсолютно знаете, что кидаться в наших странах словами просто так нельзя. А все было банально, свелось к тому, что ударив меня плечом, он хотел нарваться на неприятности, но после того, как он сказал, что у меня очень плохой английский, потому что я ему сказал, в чем проблема, как бы объясни свои действия и так далее, это меня почему-то вывело из себя. Все было хорошо, все прошло. Я, честно говоря, тогда очень испугался, так как думал, что меня депортирует вообще с Канады, так как я еще был на рабочей визе, и фактически на птичьих правах. Но все обошлось, и все это как бы притихло, пока не прошел год. Через год, работая на работе, в один день меня вызвали на фронт офис, а я пришел, они говорят, распишитесь здесь. Расписываясь в этой бумаге, вернее, не расписываясь, а пытаясь понять, что не написано, там указывал, что этот же канадец, который был жителем Канады в Квебеке, он подавал на меня в суд и требовал 25 тысяч долларов за возмещение физического ущерба. После этого всего мы, как бы, дело пошло в траил. То есть по телефону мы решали, или сможем мы договориться. Сидел судья, я и он звонил с Квебека. В итоге мы начали спорить по телефону, и он сказал, каждый доказывал, кто прав, виноват. В итоге судья, вернее, сказал, что дела не будет, и назначается суд. На суде у него был переводчик, так как он не говорил на анализском, и у него были родители и так далее. Я вообще его не узнал через год. Я подготовился к этому суду очень хорошо, разговаривал с адвокатами, вернее, людей, которые учились на адвокатов фактически. И такой был интересный момент, что я пошел, как бы, в одну контору в нашем городе, которая предоставляла бесплатные услуги адвокатские. Приедя туда, я объяснил, что хотел бы воспользоваться ихними услугами, так как это было бесплатно. Они, как бы, там, ученики-адвокаты, как бы, могли тебя защитить. Но они сказали, что они могут мне помочь, и я очень удивился и спросил, почему. В результате они ответили, что этот парень с Квебека пришел уже к ним до меня, и они уже ведут его дело. Фактически он их не клиент. Я был очень расстроен и в депрессивном настроении, так как 25 тысяч долларов платить мне не хотелось. Но я взял бумаги, которые мне прислал, рассмотрел их, подготовился, пообщался с людьми и на суде защитил себя полностью без адвоката. В итоге суд назначил, что дело решено, и никто никому не должен платить. В итоге я отсталял свои права, и никто ничего не заплатил. Но я вам это рассказываю для того, чтобы вы поняли, что это не вариант. И в Канаде это не проходит так. Некоторые люди еще и умирают в таких ситуациях, смотря на кого попасть. Потому что очень много, так сказать, гангстеров и наркоманов, и оружия, оно есть, в принципе, везде, особенно в больших городах, таких как Эдмонтон и Калгари. И я бы не рекомендовал просто так вступать в конфликты. Если уже вы видели, что конфликт неизбежен, я бы никогда не рекомендовал бить в лицо, а стараться максимально уйти от конфликта. Но если уже не получается, тогда старайтесь максимально меньше доставить урона этому человеку. Это был не самый мой лучший поступок, но я этим не горжусь. Но хочу дать вам пример того, что эти конфликты нужно максимально избегать. И вообще в ночные клубы старайтесь по одному не ходить. Расизм, он есть. Очень часто, особенно канадцы любят говорить в пользу чернокожих джентльменов, так сказать, людей, которые приезжают с других стран. Им просто тяжело понять, что люди приезжают сюда зарабатывать деньги и как бы выживать, потому что их страна не может предоставить им ресурсы и такие возможности. Канадцы очень разбалованы. Каждый раз, когда они жалуются на какие-нибудь вещи, я им стараюсь говорить, что ты еще не был в моей стране. Когда они жалуются насчет правительства канадского. Да, может быть, наш премьер-министр не самый лучший. Я не буду впадаться в подробности, но вы еще не видели наших политиков, правильно? Вы понимаете, про что я говорю. Еще интересная вещь – расизм. Я бы сказал, не совсем расизм, но унижение прав человека происходит тогда, когда экономика в Канаде падает как бы вниз. Все мы знаем, что Канада – страна иммигрантов. Когда экономика идет вниз, очень часто они начинают винить филиппинцев, других национальностей. Очень часто они начинают винить другие расы в том, что они забирают у них работы. Но по сути хочу вам сказать, что иммигранты работают на самых низкооплачиваемых работах, таких как фастфуды, на автозаправках и так далее, в магазинах, понимаете, в которых канадцы не хотят работать. И даже когда они начинают, каждое утро они покупают кофе и говорят, как медленно эти филиппинцы работали, на самом деле я работал вместе с ними в тех же фастфудах, когда начинал, и знаю, что они просто там летают, вот фактически летают, чтобы принести кофе этому канадцу, который платит за него эти несчастные 2 доллара. Понимаете? Зарплата на самом деле у этих иммигрантов очень низкая – 11 долларов в час. Я туда пошел, чтобы посмотреть, как этот бизнес работает, потому что открывал в то время точно такой же бизнес, и мне было интересно, как работает вся структура, и поднять все эти экономические особенности, и всю эту рутину. Так что это меня очень выцепляет, эти комментарии в их сторону, потому что я являюсь таким же человеком, как и они, и был в тех же самых условиях. То есть канадцы просто начинают жаловаться на других людей, и это меня очень как бы раздражает. В свою очередь я не всегда держу свое мнение при себе, и сразу говорю и ставлю их на место. Ну, не у всех хватает смелости сказать тебе что-то в лицо. В заключение я хотел сказать, что относитесь ко всему с шуткой, с иронией, не воспринимайте все серьезно, в конечном итоге оно того не стоит. Еще хотел добавить, что в Канаде ты очень защищен правами человека, поэтому если кто-то выражается нецензурно к вам, или проявляет какие-нибудь меры расизма в какой-то степени, не бойтесь пойти и пожаловаться к начальству в том месте, в котором вы работаете. С вами был Андрей Набутовский, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok